Все, друзья, посмотрите, вот такая красота и вкуснятина у нас с вами получилась. Чтобы приготовить очень вкусный салат для праздничного стола, нам потребуется 300 грамм ветчины, 130 грамм сыра твердых сортов, 200 грамм помидоров черри, 2 зубчика чеснока, майонез по вкусу, 2 столовые ложки сметаны, здесь у меня получилось 50 грамм, 2 картофелины общим весом 280 грамм и масло для того, чтобы пожарить картофельную соломку. Для начала займемся с вами картофелем. В очищенном виде здесь у меня уже 280 грамм. Картофель нам необходимо натереть на станке для натирания корейской моркови, но я буду натирать сразу в чашку, в которую налила фильтрованную воду. Устанавливаю, значит, станок и вот таким способом, легким движением руки натираю картофель. Посмотрите, вот такая соломка у меня получается и сразу она оказывается в воде. Нам нужно будет с вами промыть лишний крахмал. Итак, друзья, картофель я натерла весь. Посмотрите, вот такое количество у нас получилось с вами. Теперь необходимо 2-3 раза под проточной водой промыть хорошенько картофель, избавиться от лишнего крахмала. Итак, картофель я хорошо промыла, теперь нам его необходимо откинуть на дуршлаг. На дуршлаг откинула, далее беру салфетку кухонную, хорошо встряхиваю с дуршлага картофель и перекладываю на салфетку. Нам необходимо теперь картофель наш обсушить вот таким вот образом. Можно взять еще одну салфетку и вот так хорошо просушиваем картофель. Все, картофель хорошо обсушила, теперь его необходимо нам обжарить в большом количестве масла, сделать хрустящую картофельную соломку. Пойдемте к плите. Сотейник я устанавливаю на плиту, зажигаю огонь, максимальный огонь и отправляю достаточное количество растительного масла. Я специально беру сотейник, чтобы диаметр его был не очень большой и получался довольно-таки внушительный слой масла, потому что нам сейчас соломку нашу необходимо прожарить как чипсы в большом количестве масла. Ждем, когда масло очень хорошо прогреется. Итак, масло у нас хорошо прогрелось. Теперь отправляем в масло сухую картофельную соломку небольшими частями. Помешивая картофель, обжариваем до хрустящего состояния. Когда картофель приобретает вот такую румяную аппетитную корочку, все, картофель вытаскиваем. Вытаскиваем картофель на тарелку, застеленную двумя слоями кухонного полотенца. Далее в сотейник отправляем следующую партию картофеля. И таким образом обжариваем полностью весь картофель небольшими порциями. Картофель я пожарила. Посмотрите, вот такая аппетитная, хрустящая, вкусная-вкусная соломка у нас с вами получилась. Пока я ее убираю в сторону, она нам понадобится в самом конце. А мы с вами тем временем займемся остальными ингредиентами. Ветчину, а она у нас без кожи, нарежем тонкой соломкой. Примерно 2 миллиметра толщиной. Сначала нарезаю на пластинки, далее беру несколько пластинок, вот так их складываю и нарезаю соломкой. Вот такая, друзья, получается у меня соломка. Таким образом полностью нарезаю всю ветчину. Ветчину я всю нарезала, пока убираю в тарелку и в сторону. Далее на очереди у нас сыр. Сыр просто натираю на крупной терке. Сыр готов. Пока тоже убираю в сторону, он будет ждать своего часа. Беру тарелку, в которой буду сервировать салат. И нам необходимо нарезать помидоры черри. Черри разрезаю примерно на 4 части, можно на 3 части. Лучше даже на 3 части. В зависимости от размера вашего черри, у меня очень мелкие черри, поэтому я разрезаю на 3 части. Вот так. Черри я нарезала и теперь их необходимо аккуратно выложить на тарелку. Вот так выкладываю на тарелку одним слоем помидора. Помидоры я выложила на тарелку вот так красиво. Пока убираю в сторону. Дальше беру чашку и отправляю в нее 2 столовые ложки сметаны. У меня 15-процентная сметана. И 2 столовые ложки майонеза. Далее через чеснокодавку выдавливаю 2 зубчика чеснока. И все хорошо перемешиваю. Все готово. Пока в сторону. Далее беру кондитерский мешок, одеваю вот так на кружку или стакан и перекладываю в него весь оставшийся майонез. Продвигаю майонез вперед по кондитерскому мешку и отрезаю совсем-совсем маленький кончик. Вот так. Все, пока тоже в сторону. Дальше возвращаемся к помидорам. И сверху помидор отправляем сметанно-майонезную смесь. Помидоры будут пытаться тянуться за ложкой, поэтому стараемся вот так легкими движениями распределить сметанно-майонезную смесь. Все, помидоры я хорошо промазала. Далее сверху на помидоры отправляется ветчина. Сверху ветчины делаем майонезную сетку. Далее отправляем сверху сыр и равномерно распределяем по всему диаметру салата нашего. Далее сверху сыра опять делаем майонезную сетку. Все, друзья, салат практически готов и перед самой подачей нам необходимо будет сверху посыпать картофелем. Вот так. Вот так. Добреньким таким слоем посыпаем сверху соломку нашу. Края тоже обсыпаем соломкой. Все, друзья, посмотрите, вот такая красота и вкуснятина у нас с вами получилось. Нужно сразу подавать к столу, пока соломка очень хрустящая у нас. Мы с Алексеем всех приглашаем на наш мукбанк канал пробовать эту вкуснятину. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну, а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.